Здравствуйте! Мы готовы вспомнить и оценить события прошедших 7 дней. Это программа «Обозрение». В студии работает Ксения Куценко. И вот о чем мы поговорим сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вырастут счета на голубое топливо. Февраль – время спортивных баталий. В Североказахстанской области стартовали состязания в рамках праздника «Север». Эта неделя в Североказахстанской области, да и во всей стране, прошла под девизом «Цифровизация сейчас и везде». Стоит отметить, распространение IT-технологий получило очень большой масштаб. Если прежние годы многие предполагали и рассуждали, что это будет удобно и эффективно, сегодня в Казахстане перешли от слов к действию. Первая сфера, на цифровизацию которой обратили внимание в правительстве – агропромышленный комплекс. По поручению президента страны, эта отрасль должна стать драйвером экономики. И все мы понимаем, что здесь без современных решений и методов не обойтись. Премьер-министр Бакаджан Сагентаев, проводя очередное заседание правительства, акцентировал внимание своих подчиненных на этом. Глава Кабмина отметил, давать результаты на тех технологиях, которые применяют сегодня, у нас невозможно. Поэтому нужно очень быстро переходить к новому. А значит, в самое ближайшее время придется менять принцип работы, хоть и привычные, но давно устаревшие. Весь масштаб работы на ближайшие годы на этой встрече обозначил заместитель министра сельского хозяйства страны Арман Евниев. Первое, к чему приступят – цифровизация госрегулирования. Сегодня ведомства предоставляют 101 услугу, частично автоматизированы, из них лишь 62. Чаще всего в электронном формате можно подать заявку, а вот ее рассмотрение и принятие решения происходит уже по старинке, на бумаге. Что предполагает хождение по кабинетам к разным специалистам, написание запросов и заявлений. Бюрократическая история затягивается не на одну неделю, а это время, которого часто не хватает. Полную автоматизацию ждет процесс субсидирования по 10 направлениям из 19. Весь процесс будет происходить онлайн. Это в 2,5 раза сократит сроки рассмотрения заявок и, что очень важно, снизит коррупционные риски. И если это только планы, положительный эффект которых можно только предположить, то удобство электронных зерновых расписок казахстанские аграрии уже оценили. В 2017 году в информационной системе совершили процедуру купли-продажи 19 млн тонн зерна на 627 млрд тенге. Расходы фермеров сократились на 700 млн тенге. Датчики, контролирующие расход топлива, позволяют экономить с одной единицы порядка 1 млн тенге за сезон за счет снижения потери краш ГСМ. А использование электронных карт полей и космомониторинг способствует снижению потерь до 25%. Плюсы перехода на новый цифровой формат работы очевидны. Вторая задача, которую определили в профильном министерстве, это технологическое перевооружение, внедрение элементов точного земледелия и вовлечение IT-бизнеса в развитие агротехнологий. Этим сегодня активно занимаются в нашем регионе. Об успехах работы по селекторной связи отчитался Аким в Североказахстанской области Кумар Аксакалов. Уважаемый Овчан Абгерыч, сельхозтоваропроизводителями нашей области сегодня применяются цифровые технологии на площади более 500 тысяч гектаров посевных площадей. На сегодняшний день применяются такие технологии, как Геозис, Агросмарт. Использование данных технологий позволило значительно увеличить производительность труда в два раза, и соответственно, где-то в два с половиной раза увеличить урожайность посевных площадей. И отцифровывается весь процесс, начиная от закрытия влаги весеннего до складирования всего собранного урожая. По животноводству также наши сельхозтоваропроизводители сегодня уже применяют новые технологии цифровые, вот респондеры, которые позволяют автоматизировать все процессы и контролировать от приготовления кормов, расхода кормов, состояние животного, здоровье и получение соответствующего продукции. Планы на этот год мы сегодня отработали с более 50 нашими сельхозтоваропроизводителями, и на этот год мы наметили реализацию следующих проектов. Это система точного внесения гербицидов, листовая диагностика для определения содержания азота и так далее, и так далее. И в конце года мы будем рассматривать вопрос по организации сбора техники по точному опрыскиванию. Все эти мероприятия значительно позволят нам увеличить производительность и урожайность. С нового учебного года в Северо-Кострадском госуниверситете на кафедре сельского хозяйства применяются новые дистанционные системы обучения, в том числе и по цифровизации. И будет приобретена у нас лаборатория, дислаборатория, это точное земледелие. Работа будет продолжена. В работу по цифровизации на севере страны вовлекают всех. Кто не умеет, того научат, обещает глава региона. Уже на базе Североказахстанского научно-исследовательского института работают курсы животноводов и агрономов, а с февраля к учебе приступят руководители сельхозформирований. Этот вопрос на неделе подробно обсуждали и на заседании областного Акимата. Кстати, впервые его транслировали в прямом эфире на странице пресс-службы в сети Facebook. Пока просмотров было меньше ожидаемого, вероятно, не все знали о введении такого формата информирования, но это только начало. И здесь важно другое. Теперь каждый североказахстанец сможет сам увидеть и услышать то, что раньше обсуждалось и решалось за закрытыми дверьми. И это дает возможность ему самому оценить все процессы, происходящие в регионе. Возвращаясь к теме сельского хозяйства, в целом Северноказахстан активно включается в тенденцию цифровизации. Передовики здесь ТО от Амикенагра, с 2014 здесь с цифрой на «ты». Сегодня видят положительный эффект применения эти технологии уже не в теории, а в реальных результатах. Воловой сбор всех культур в хозяйстве вырос с 262,3 тысяч тонн до 495 тысяч. В итоге получили продукции на 20 миллиардов тенге. За 4 года рост больше, чем в 3 раза. В Амикенагра внедрены электронные карты полей, осуществляется онлайн-мониторинг и контроль за проведением пассивных и уборочных работ. Этот успех товарищество старается закрепить и передать своим коллегам. Совместно с ТО «Агрострим» на базе хозяйства Атамикен будет запущен пилотный проект по внедрению в 8 модулей автоматизации проведения работ, включающих в себя планирование работы всего спектра техники, внесение минеральных удобрений, применение средств защиты растений, учета движения зерна, фото- и видеоотчеты, определение себестоимости в разрезе культур по предприятиям. По результатам пилота данные технологии будут тиражироваться другие хозяйства. От агропромышленного комплекса к цифровизации в других сферах. Здесь намечено немало смелых и интересных идей. В рамках развития туризма появится мобильное приложение по достопримечательностям региона, красная линия и 3D-туры по сакральным местам. Полицейские увеличат количество видеокамер, под наблюдение возьмут дворы и дома. По линии ГЧП внедрят 10 комбинированных систем выявления правонарушений, 4 интеллектуальных перекрестка и 5 мобильных постов распознавания номеров машин. В городских маршрутах начнет работать электронная диспетчеризация. Всего написано 49 проектов по 8 направлениям. Однако ограничиваться только этим намеченным планом не стоит, поручил глава региона Кумар Аксакалов. Использование умных технологий будет уместно в любой отрасли, главное внедрять их с умом. Кстати, для реализации таких передовых идей планируют привлекать частные инвестиции. А чтобы заинтересовать бизнесменов, нужно доказать экономическую эффективность этих проектов. Населению же важно удобство и простота новшества. Акцент делается на доступность умных технологий. Поэтому предпочтение удобным приложением для смартфонов, чтобы получить информацию быстро и в любом месте, где есть мобильный интернет. В общем, планы у местной власти грандиозные. И это все совсем недалекое будущее, буквально текущий или 2019 год. К примеру, масштабный проект «Смарт Петропавловск» уже частично внедрен. Он включает в себя 38 проектов. Как и когда областной центр станет цифровым, расскажет Ольга Файзулина. 38 проектов дадут экономию городскому бюджету, разовьют инфраструктуру, повысят качество жизни и безопасность населения. Некоторые пока только в планах, другие на стадии экспериментального использования. Среди них ЕКСК. Программу местной компании «Интегра» уже оценили жители 50 домов. Проведя мониторинг обращений в отдел жилищной инспекции, основная часть жалоб направлена на деятельность председателей КСК о собираемости и расходах денежных средств. Данная программа позволит получать уведомления о деятельности КСК, направлять заявки в КСК с возможностью просмотра действий на каждом этапе, просматривать документы и отчеты по управлению объектом кондоминиума, участвовать в голосовании и опросах, контролировать как текущие расходы, так и задолженность за содержанием дома. На усовершенствование ЖКХ города направлены 8 проектов. Это система учета расхода качества и расхода питьевой воды, автоматическая передача показаний счетчиков во всех домах, умное уличное освещение, программа мониторинга колодезных люков. В планах дальнейшее развитие единого расчетного центра «Севкознергосбыта» в одну квитанцию предполагают включить все коммунальные услуги, в том числе за домофон и кабельное ТВ. Жители и гости города оценят установку четырех бесплатных пунктов для зарядки телефонов от солнечных батарей. Четыре инновации коснутся образования. В рамках государственного частного партнерства в гимназии БЭС планируется открытие Е-столовой. Дети имеют возможность через электронную карточку рассчитываться за обеды. При этом через личный кабинет родители и каждый ученик может просмотреть меню столовой, стоимость столовой. И в этом же случае родитель может даже поставить запрет на определенные траты. А еще в Петропавловске поставят пять мультимедийных стендов для туристов и разработают для них мобильное приложение «Северный Казахстан». Вы смотрите программу «Обозрение», и мы переходим к другим темам. У первых руководителей в регионе ответственная пора. Продолжается отчетная кампания. В эти дни ответ перед населением держит Акимы районов и областного центра. Стоит отметить, эти отчеты проходят в деловом режиме, и чаще всего вопросы, озвученные на встречах, находят решение или берутся на рассмотрение исполнительной властью. И это нормальная практика. Есть проблемы, которые требуют вложений и немалых. К примеру, в Акаинском районе водоснабжение обеспечивается за счет Булаевского группового водопровода. К нему подключены 28 из 32 населенных пунктов. В общем-то, неплохой показатель, и в этом году планируют разработать ПСД для строительства разводящих сетей в селе Токуши. Но проблемы еще остаются. Без воды сегодня жители села Акиалы. Сейчас здесь 742 двора, а к центральному водопроводу подключились только 65. Каждое утро Виктора Агеева начинается с похода на колонку в другой конец деревни. Конечно, неудобно. Тем более в мороз. Да, тем более, вот мороза были. А что сделать? Скотину-то поить надо. Акимат говорит, что в этом году должны провести колонку. Уже три Акима сменилось, а воды так и нет. Аким района на отчетной встрече в Киалинском сельском округе обещает принять меры и в самое ближайшее время обеспечить сельчан питьевой водой. По словам Даурена Байтулешева, займутся в текущем году и дорогами. Сейчас в области разрабатывается ПСД на капитальный ремонт двух участков по дороге Смирного к Явы. По два километра будут делать. Вот эти все проблемы, участки мы должны в этом году решить. В прошлом году пять, в этом уже десять. Проблем озвучили на отчетной встрече о Каинце. К микрофону рассказать о проблеме и главное получить ее решение, сельчане идут охотнее. И это значит, есть доверие к местной исполнительной власти. Активнее на отчетных встречах стали жумабаевцы, потому что видят эффект. Так, в прошлом году в Карагуге появился лаборант во врачебной амбулатории. Решение получила многолетняя проблема с водой. Инициативу в свои руки взяли бизнесмены. Крестьянско-фермерское хозяйство семьи Жигаловых вложило уже 80 миллионов тенге, чтобы провести разводящие сети в 162 дома и 6 соцобъектов в селе Карагуга. В планах у аграриев наладить водоснабжение и в соседних селах, образце и чистом. В Нагайбай этот вопрос решил другой фермер. Теперь сельчане просят отремонтировать здание Дома культуры, открыть отделение КАЗ-почты и организовать бесплатное питание для школьников. В этом году встреча в основном проходит в спокойной обстановке. В рамках временного регламента за много лет такого общения, думаю, стороны поняли. Конструктивный диалог приносит реальные плоды. В отчетных встречах принимают участие представители региональной исполнительной власти. И это часто меняет характер разговора. Как правило, в зале меняется градус общения. Диалоги становятся горячее. Ведь если ответить на поставленный вопрос местный Аким не в силах, может помочь власть уровням выше. В четверг в Темирязевском и районе Шалакына в разговоре Акима с сельчанами принял участие Оскар Сакипкереев. Зам Акима такой визит использовал и как возможность обратить внимание руководителя района на недочеты и показатели, которые ниже, чем у других. Какие сферы там нужно подтянуть, расскажет Алина Брыжанова. Об итогах социально-экономического развития района Шалакына рассказывает его Аким Нурлан Есимов. Приоритетное направление – сельское хозяйство. Объем воловой продукции за прошлый год составил 24,5 миллиарда тенге. В прошлом году аграриями района засеяно зерновыми культурами 184,9 тысяч гектар, масличными 26,7 тысяч гектар. Акимам области дано поручение по доведению масличных площадей до 1 миллиона гектар по всей области. Поэтому в этом году агрария нашего района планирует засеять чуть более 53 тысяч гектар масличных культур. Но многие сельхозтоваропроизводители свои земли используют нерационально, говорит Аким района. За это в прошлом году руководители 14 хозяйств привлекли к административной ответственности. Они выплатили штрафы около миллиона тенге. Кроме того, в районе остро стоит проблема центрального водоснабжения. К системе подключены жители только четырех населенных пунктов. В остальных, а их в 10 раз больше, людям приходится ходить с ведрами на колонки. В этом году руководство района планирует подключить к магистрали еще 10 сел. В текущем году планируем подключить к центральному водоснабжению не менее 100 частных домов Сергеевки. Будем подключать к центральному водопроводу и канализационной сети многоэтажные дома по улице Котова. Будем проводить текущий ремонт водопроводных сетей. Заместитель Акима области Аскар Сакипкиреев отметил, что шелакынцы отстают по многим показателям. К примеру, на 10% снизились объемы производства продукции по сравнению с 2016 годом. Доля по области едва достигает 5%. Меньше других районов здесь собрали урожай, реализовали мясо и молока. Не исполнены планы, доведенные по программам Сабара, Кулан, а также по программам Алтнасых, Рыз. Нет приобретения, не было приобретения Поголовьев. Поэтому, я думаю, необходимо сегодня исполнительным органам активно заниматься с населением, сельхозтоваропроизводителями, чтобы они участвовали в тех программах, которые сегодня есть у нас в области, для того, чтобы увеличить продукцию сельского хозяйства. Сельчане также жалуются на местных перевозчиков и просят увеличить количество маршрутов между населенными пунктами. Например, в Каратале работают 8 учителей из Сергеевки. Добираться домой после занятий им непросто, особенно зимой. Не знаю, почему возник такой вопрос. Автобусные маршруты налажены и ходят постоянно. Возможно, скорректируем время отправления. Жители района просят Акима отремонтировать дороги между населенными пунктами, провести центральное отопление и газ в городе Сергеевке, а еще решить вопрос с паями. Байкен Байгожин жалуется на недобросовестного руководителя одного ТО, который продал земли другим предпринимателям. В итоге сельчане остались без дивидендов. А Елену Глотник не устраивает размер компенсаций. Приходим получать паи, а у нас нет в списках. Ассар-Север. И дали паи всего по 100 килограмм, когда был такой хороший урожай. Погода соответствовала уборке. Дали по 100 килограмм, когда каждый год давали по 250. Паи, если у вас есть, то Ассар-Север никуда не денется, мы вам обеспечим выплату паев. Всего на встрече сельчане озвучили около 10 просьб и предложений. Местный Аким пообещал взять их под личный контроль. В числе первых уборочную кампанию прошлой осенью завершили в Тимирязевском районе. Урожайность зерновых превысила областные показатели и составила 21 центнер с гектара. А вот масличных, наоборот, собрали меньше – всего по 9 центнеров. По сравнению с 2016-м почти на 10% вырос объем воловой продукции сельского хозяйства. В районе хозяйственной деятельности ведут 360 сельхозформирований, 30 ТО, 64 фермерских хозяйств, 260 крестьянских хозяйств. На субсидирование сельскохозяйственного производства районам было выделено, государству было выделено нашему району, более 2 миллиардов тенге. На итоговую отчетную встречу с Акимом района пришли госслужащие, бюджетники и местные аграрии. Проблемы сельчане озвучивают с неохотой. Многие говорят, боятся потерять работу. У сельхозтоваропроизводителей вопросов накопилось немало. Есимбай Куканов – директор товарищества «Исей Агро». Его ТО занимается растеневодством. Аграрий в прошлом году вошел в список 100 новых лиц Казахстана. В Тимирязевском районе его знают не только как успешного предпринимателя, но и социально ответственного бизнесмена. Он спонсирует проведение сельских праздников, зимой выделяет технику на расчистку дорог. Кстати, их состояние и волнует Есимбая Куканова. В такой день был проведен ремонт на Бордан и на Докучаево. Но ремонт был проведен очень некачественно. Ремонт дороги со стороны Сергеевки, 9 километров как раз до Дмитриевки и до этого нового асфальта, где положено, будет сделано и сюда где-то в пределах 6 тысяч квадратных метров будет ямочный ремонт маршрутных столбцов с большими лотками на сторону Тимирязева. И в сторону Ахсувата, 5 километров, который от моста идет, значит, дребезги разбитая дорога, там будет тоже делаться, там уже 80 миллионов тенге выделено. На многих улицах до сих пор нет освещения, хотя по программе развития регионов было выделено больше 7 миллионов тенге. Деньги ушли на ремонт соцобъектов и внутри поселковых дорог. А это Тимирязевская школа-интернат, здесь обучаются около 150 детей. До 2015 года здание отапливали дизелем, потом перешли на уголь и начались проблемы. В прошлом году нам заменили три котла. В первое время все было хорошо, но с наступлением морозов в январе температура в классах снизилась до 8 градусов. Нам пришлось покупать дополнительные средства обогрева. Здесь много проблемных вопросов, которые нужно решить в ближайшее время, отмечает заместитель главы региона Аскар Сыгип-Киреев. Район показывает слабые результаты в сельскохозяйственном и социальном секторах. Слабо ведется работа по экспорту скота, вернее мяса. Доведенные задания исполнены всего лишь на 4,2%. Сопущенные снижения в электроснабжении на 11%, водособнажение на 25,7%. Поэтому необходимо проанализировать все эти причины снижения и принять необходимые меры. Аскар Сыгип-Киреев поручил руководству района активнее работать с населением, привлекать их для участия в госпрограммах, а также внести не менее двух проектов в карту предпринимательства и поднять показатели в агропромышленном секторе. Две отчетные встречи на этой неделе провел и Аким города Петропавловска. С населением в таком формате Марат Тасмаганбета встречается четвертый год. На таких отчетах по настроению петропавловцев становится ясно, успешно ли прошел год. Всегда в докладе главы города есть не только результаты социально-экономического развития областного центра, но и информация об исполнении тех наказов и просьб, которые озвучили горожане на прошлой встрече. Отмечу традиционно, больше всего вопросов на отчетных встречах касаются ЖКХ и облика города. Как решались обращения петропавловцев, мы с вами видели сами. Благоустраивали дворы, устанавливали детские площадки, отремонтировали дороги, спилили аварийные деревья. И это положительно сказывается на активности людей. Петропавловцы охотно идут на отчетные встречи. 30 января в зале Петропавловского строительно-экономического колледжа не было свободных мест. Чтобы попасть к микрофону, нужно было выстоять очередь. Городоначальнику задали порядка 150 вопросов. Вместе с Маратом Тасмаганбетовым новые просьбы горожан выслушала и моя коллега Кристина Горбаченко. Отчет Петропавловского градоначальника в полном варианте вышел в нескольких местных газетах. В нем Марат Асмаганбетов рассказал о достижениях за 2017-й и об исполнении прошлогодних наказов. В этом зале тогда озвучили 67 замечаний. По словам главы города, весь год шла работа по их выполнению. Представители Акимата выезжали по адресам, проводили собрания с населением. Все ваши наказы были выполнены. В соответствии с ними на данной территории выполнено обустройство 20 детских игровых площадок. Проведены работы по ремонту детской игровой площадки, ранее установленной в поселке Новопаловка. Заасфальтировано 30 внутридворовых проездов на площади 40 тысяч квадратных метров в жилых домах. Отремонтированы проезды на территории 3-й городской больницы. Восстановили асфальт после земляных работ по улице Новой 110. Отремонтировали ливневую канализацию. Спилили 325 аварийных деревьев. Очистили Мещанский лес. Установили дополнительные мусорные контейнеры. Отремонтировали 9 улиц. На 11 перекрестках появились новые светофоры. Также составили смету на 2018-й по ремонту дворовых проездов по улице Жукова, 21-Б, Мира, 290, Уолиханова, 11. Устранены нарушения движения автобусов по маршруту 4А с привлечением к административной ответственности должностных лес. Решение Межведомственной комиссии отказано в открытии нового автобусного маршрута на дачный период от Туркестана до поселка Новопаловка, так как был открыт дачный маршрут номер 45, осуществляющий движение по данной схеме. После градоначальник зачитал обращения петропавловцев, которые поступили в письменном виде. Как обычно, просят благоустроить дворы и детские площадки. По улице Балатбаева, Хименко, Кизатова горожане хотят видеть сквер для прогулок. Те, кому за 70, бесплатно пользоваться общественным транспортом. Просят спилить аварийные деревья на ГАШК-11. Сеть организации здравоохранения не соответствует потребностям. Особенно это касается микрорайонов в северной части города юбилейный урман Баркии Солнечный. Существующая поликлиника номер 3 не обеспечивает спрос быстрорастущего населения в этой части города. Акимам Оглосе дано поручение по разработке проектно-сметной документации на строительство многофункциональной больницы с поликлиникой это в границах улицы Мира Шажимбаева, то есть с проведением сноса, а также поликлиникой на 1000 посещений в смену. Помимо этого, поликлиника на 250 посещений в микрорайоне Береке, поликлиника на 250 посещений, возможно, и в Жасурке. Поэтому на данные виды работ уже объявляются конкурсные процедуры на проектирование. Письменных просьб было больше десяти. Слово дают тем, кто хочет лично обратиться к главе города. Николай Мартыненко просит увеличить количество колонок по улице Третья Кирпичная. Их там только две и те плохо работают. Засыпать дорогу щебня. Есть и другие наболевшие вопросы. Десять лет назад против Третьей поликлиники высадили 400 деревьев. Ни одно не принялось. В прошлом году весной высадили. Сколько с осеном? Зачем весной сажать, а осенью выпить? Данная работа за бюджетные средства не проводилась. В этом году мы будем проводить массированную работу по высадке саженцев, по высадке живой изгороди. Поэтому такие были у нас нюансы. Поэтому, учитывая определенные особенности, мы думаем, что в этом году более слаженно проведем эту работу. Горожане просят сохранить березовую рощу в Барках. Жители Солнечного вновь озвучивают проблему с теплоподачей. Многие здесь зимой замерзают. По словам Марата Тасмаганбетова, в следующем году вопрос решат. Сети передадут на баланс севкозэнерго. У Надежды Ковшовой просьба банальная. Как и во всех многоэтажках, жители не могут собрать деньги на ремонт крыши своего дома. Делали крышу, два раза уже собирали. Теперь уже все, выхода никакого больше нет. Крыша течет, щитки, электроэнергия все вот это замыкает. Мы встали на очередь. К Акиму области как раз выехал по этому вопросу. Мы просим выделения целевых средств на проведение ремонта многоэтажных домов в рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому если эти средства выделят в этом году, мы постараемся вам помочь. Аналогичная проблема с крышей и в доме номер 6 по улице Олиханова. Педагоги школы-лицея Альфа-Раби просят заменить в учебном заведении старые окна и двери. А преподаватели медколледжа сделать дорогу. Всего на встречи поступило 148 предложений. Градоначальник заверил, все взял на контроль. Следующий его отчет состоится 2 февраля в 16.00 в Казахском драмтеатре имени Сабита Муканова. Всего Аким Петропавловска проведет 5 встреч. Каждый из отчетов будет транслироваться в онлайн-режиме в социальной сети Facebook, в группе Петропавл СКО и аккаунте пресс-служба Акима города Петропавловска. А во время итоговой встречи 14 февраля будет работать специальная справочная служба. Позвонив Куда, вы сможете задать свой вопрос, озвучить просьбу или высказать замечания. Номера телефонов вы видите на экране. На этой неделе в регионе вновь заговорили о повышении тарифов. На этот раз цены на свои услуги решили поднять газовики. В январе компания Гургаз-сервис собрала все данные и расчеты, которые объясняют, почему они не могут работать по старым ценам. Это нерентабельно. И обосновать свою заявку у них получилось. С 1 февраля цена закупа увеличится почти на 33 тенге и составит 522,6 тенге с учетом НДС. Компания Гургаз не является субъектом естественной монополии, а является субъектом общественно значимого рынка. Это регулируемый рынок. То есть мы не устанавливаем тариф для этой компании. Мы просто согласовываем цену для них. Компания Гургаз вышла к нам с уведомлением об увеличении цены отпускной с 1 февраля текущего года. 26 января текущего года мы приняли окончательное решение. Рост цены согласован на уровне 6,62%. Причина поднять стоимость реализации голубого топлива была. Это ответ на решение министерства о повышении оптовой цены на газ. Значит, расходов станет больше, а работать в убыток никто не хочет. Поэтому компания Гургаз-сервис, а это в регионе единственный поставщик природного газа в многоэтажные дома, сделала новые расчеты. В тариф заложили повышение заработной платы сотрудникам, текущий ремонт, закуп ГСМ, коммунальные расходы компании. Просили изменить тариф на 15,5%. Просьбу компании удовлетворили лишь наполовину. Приказом министерства энергетики оптовая отпускная цена была увеличена до уровня 38 с небольшим тенге за тонну. Соответственно, в ранее согласованной цене у компании Гургаз уровень цены составлял 28 тысяч тенге. Соответственно, здесь произошел значительный рост. Соответственно, мы обязаны были рассмотреть и с путем увеличения отпускной цены возместить компании эти расходы. Данный рост находится в инфляционном коридоре, и поэтому, в принципе, это мы считаем достаточно обоснованным. Уже в марте все абоненты компании, это 55 тысяч петропавловцев, получат новые счета. Это повышение продолжило цепочку увеличения трат на коммунальные услуги – тепло, свет, газ, а скоро, возможно, и мусор. О планах поднять стоимость своих услуг предприятия, занимающиеся сбором и вывозом твердых бытовых отходов, говорят давно. Год назад они уже претендовали на увеличение цены на свои услуги. Однако в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции это намерение назвали незаконным и вынесли предупреждение. Повышение тарифа пришлось отложить. В этом году коммунальщики вновь заявили о своих планах изменить тариф. Сейчас свои предложения и обоснования они направили в Акимат Петропавловска. Этот вопрос должны рассмотреть депутаты городского маслехата на своей сессии. Нам остается только ждать результатов этих обсуждений. Вы смотрите программу «Обозрение». Эта неделя выдалась очень спортивной. Команда «Кулагер» играла дома. Соперник хоккеиста из Тимиртау попался техничный и агрессивный. Поэтому обе встречи получились зрелищными, с нарушениями, штрафами и драками. Лед буквально плавился, но вырвать победу с кокунам все же удалось и в первый день, и во второй. Превзошли Тимиртау в скорости, точности и мастерстве. Сегодня наши хоккеисты на пятой строчке турнирной таблицы в их активе 79 очков. Скакуны собрались, активизировались и смогли прервать серию поражений. Если с таким же боевым настроем будут выходить налеты дальше, смогут подняться выше в рейтинге команд. Будем болеть за наших хоккеистов. Следующие домашние встречи пройдут 13 и 14 февраля. Попробовали свои силы на льду на этой неделе и полицейские, доказывая, что хоккей – это игра сильных мужчин. Как стражи порядка справились с такой ролью, расскажет Анна Жицкая. Эти полицейские могут не только задерживать преступников и раскрывать сложные дела. Они также ловко управляются с клюшкой и шайбой. Позади у каждой команды 6 игр. Сильнейший получит кубок главы МВД. Боевые игры, скажем так, не самые. Команды показали неплохой хоккей. Так что, я думаю, в будущем это традиционный год у меня. За время чемпионата случались игровые моменты, без которых невозможен хоккей. Были и удаления, и драки. По итогам соревнований главная награда досталась североказахстанским стражам порядка. Ренат Рахимов занимается хоккеем с детства. На службе в органах два года. Говорит, без усиленных тренировок после работы не смогли бы победить. Сначала проходили областной турнир. Там уже проходил отбор. После этого у нас сборы были. И на сборах уже смотрели, кто как играет. После этого тренировки проходили два раза в день. Это первое соревнование на таком масштабном уровне проводят. Ребятам этим ребят мотивировали. Второе место у команды Акмолинской области. Стражи порядка столичного региона к чемпионату готовились 6 месяцев. Их команде уже два года. Мы набрали, да, тех перспективных ребят, которые имеют представление о хоккее, которые, конечно, был отбор у нас определенный, отсеивали тех ребят, которые, может быть, нас не устраивали в чем-то. Третье место заняли кустанайские полицейские. Без внимания не остались старания отдельных игроков. Лучшим защитником признали Марата Нажемеденова из Павлодарской команды. Ее же наградили за волю к победе. Звание лучшего вратаря получил Ренат Набиев из Кустанайской области. А лучшим бомбардиром стал Евгений Югов из команды Североказахстанского ДВД. Завершилась торжественная церемония награждения музыкальным подарком. На этой неделе североказахстанцы соревновались и в других видах спорта. В регионе стартовал праздник «Север». Лучших в зимнем президентском многоборье определили во вторник. Больше 160 человек пробовали свои силы в этих соревнованиях. Три дня баталий на льду, лыжне принесли лидерство в этом виде таиншинцам. В первых числах февраля в Петропавловске стартовали чемпионаты области по конькобежному спорту и керлингу. Кстати, этот вид спорта появился у нас только три года назад и уже стал достаточно популярным. В руках щетки на льду 20-килограммовые гранитные камни. Так называемые шахматы на льду – это не только неслабая физическая нагрузка, но и разминка для ума. Тут нужно знать каждый шаг наперед, потому что до того, как соперник бросил, ты уже должен продумать стратегию, как этот камень придет, куда он ударится и где останется. И продумываешь свой дальнейший план, как ты будешь бросать свой следующий камень, чтобы он оказался ближе к центру, чтобы как можно больше взять камней в этом энде. Лыжная трасса в минувшие семь дней тоже не пустовала. Областные соревнования проходили в поселке Барки. Три дня и три разных стиля. Коньковый, классический ход, спринт. Мы проводим чемпионат области. Это считается отборочным соревнованием к республиканским соревнованиям, чтобы они защищали честь нашей области на республиканских соревнованиях. Принимают участие все 12 районов и две команды города, больше 140 участников. И весь февраль, по прогнозам специалистов, будет насыщенным на спортивные праздники и турниры. Причем большинство из них пройдут под открытым небом. Финал зимнего праздника «Север» состоится в последнее воскресенье этого месяца. Кстати, февраль – время, которое нужно по максимуму использовать для досуга на свежем воздухе, кататься на коньках и лыжах. Главное, чтобы погода не подвела. А каким будет последний зимний месяц 2018-го, у синоптиков спросила моя коллега Александра Солмина. Суровый январь передает эстафету февралю. Последний месяц зимы будет не менее холодным. Сначала температура начнет потихоньку расти. Днем столбик термометра будет показывать от 7 до 12 градусов со знаком «минус», а ночью опустится до 17-20, местами до минус 28. Морозно будет и во второй декаде, говорят синоптики. «Ожидается температура воздуха ночью 25-30, местами 35 мороза. Днем 15-20, местами 10 мороза. Затем ожидается повышение ночью до 15-20, местами 25 мороза. Днем до 7-12, местами 17 мороза». Леденящие западные ветры поменяют направление только к середине месяца. Юго-восточные порывы будут достигать 20 метров в секунду, говорят синоптики. К слову, сейчас они вооружены современными приборами, благодаря которым получают точный прогноз. А когда-то предугадать погоду народу помогала только помогала тканаблюдательность. По тому, каким будет февраль, можно судить о погоде на будущее. Если в конце месяца с крыш свисают длинные сосульки, это к долгой весне и хорошему лету, гласят народные приметы. А чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март. В неплановые выходные у детворы в феврале, если и будут, то редко. В последней декаде месяца днем прогнозируют до 12-17 градусов ниже нуля. А с наступлением темноты термометры покажут 15-20 со знаком минус. Даже в самые морозные ночи ниже 33-х температура не опустится. А будет ли февраль снежным? Этот вопрос сейчас особенно волнует жителей частного сектора. От осадков за окном зависит погода в их доме. С высокими сугробами и пол теплее, и вода не перемерзнет. Количество осадков за месяц ожидается больше нормы. Норма 10-18 миллиметров. Местами снег, метель ожидается в середине и в конце первой декады, а также во второй декаде и в начале третьей декады. Местами туман вероятен в конце третьей декады. К счастью, таких сюрпризов, как в 51-м году, февраль не преподнесет. Тогда термометры застыли на отметке минус 43. А вот два года назад в это время к нам уже пришла весна с лужами и капелью. Плюс 7 показали градусники. Сбудутся ли прогнозы синоптиков, покажет время. Это была программа обозрения. Встретимся в студии через 7 дней, чтобы вновь поговорить о том, что так важно и значимо для нас. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова